В тот вечер 41-летняя Ирина с 5-летней дочкой возвращались домой. Было около 7, темно и немноголюдно. На встречу попался мужчина. Секундная встреча. Ирина и предположить не могла, что она перерастет во что-то большее, что незнакомец вернется, пойдет за ней следом, что у них будет общая история, про которую напишут под обложкой уголовного дела. Представил мне нож в горло, ребенок это все увидел, начала кричать. Я его спросила, что тебе нужно, а он говорит, деньги давай. Давай деньги. У меня не было денег, мне пришлось ему отдать карточку. Сразу как только о преступлении узнали в полиции, злоумышленника стали искать. Район блокировали, на месте происшествия отработал кинолог с собакой, но задержать налетчика по горячим следам не удалось. В течение нескольких часов в отдел доставлялись 16 человек, подходящих под описание указанной потерпевшей. Надо признать весьма условное изображение с учетом всех обстоятельств темного времени, пережитого жертвой нападения страха. Но буквально через день все огрехи в портрете предполагаемого преступника были устранены. Злопыхатель засветился в отделении банка. У банкомата, куда пришел, обналичивать чужую карту. И где, благодаря технике, не желая того, оставил фотокарточку свою. Деньги с карты снял. Сколько? 4 900. Далее. Карту сломал, выкинул. После того, как у полицейских появилась фотография подозреваемого, задержать его было делом времени и техники. Задержанный оказался 25-летним жителем Красноармейского района области. Буквально в июне он вышел на свободу после 6,5 лет пребывания в колонии общего режима, где отбывал наказание по той же статье, которая вменяется ему и сейчас. По данным факту нашим следственным управлением было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной статьей 162 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за которое предусмотрено законодательным в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сам сиделец со стажем. Несмотря на незавидные перспективы, между тем спокоен. О причинах, побудивших к совершению преступления, говорит обыденно. Не было денег, вот и вышел прогуляться. У следствия есть основания полагать, что улица Днепропетровская, где он встретил Ирину, не единственный маршрут его криминальных прогулок. Если вы пострадали от этого человека, но по каким-то причинам пока не обратились в полицию, сделайте это. Нары Качатрян, Анатолий Чернов, Ольга Орлова, Вести, дежурная часть Саратов.